Друзья, всем привет! С вами Саша Геннольд и Гоша Грибс. Проект Первая Варка, пивоварня Биарбрио. Сегодня у нас ролик два в одном, где мы будем пить пиво от пивоварни Крафту Фрэнс, пробовать варенье от той же пивоварни и кушать крокодила, как это ни странно. В пивоварне Крафту Фрэнс у нас есть два пива. Отличить эти две бутылки можно только по маркировке, которая практически стерлась, но мы знаем, что вот здесь вот осталась буковка Б и Б это бланш, а это ПЛЛ с травами. А бланш не просто, бланш для Лемонграсс называется, по-моему. Это пиво получило диплом первой степени на фестивале Сипкрафт Фест. Давай, Саша, наливай. Итак, первым у нас идет бланш. Что можно сказать по внешнему виду? Очень красивая пена, стойкая, кремовая, мелкая, дисперсная. Запах. Очень вкусный запах. Ну да, необычный для бланш. Лемонграсс это лимонница? Ой, черт узнал. Он, смотри, чистенький, но мутный. Ну так и должно, я тебе специально налил, чтобы было помутнее, потому что он должен быть мутный. Бланш они не тенелагер. Свет такой не яркий. Свет похож на бланш для Бруссель. Да, давай. За пивоварню Крафту Фрэнс. Неплохой. Сухенький, сухенький. 4 градуса, если не ошибаюсь, у этого пива. Невысокая плотность. Довольно-таки водянистая, но в целом, в общем, довольно-таки приятная. Но я люблю пиво послаще. Нет, хорошее. Вкусное пиво? Нет, круто. Это то, о чем я говорю многим знакомым, что не стоит, там, не знаю, некоторые говорят, вот мы пьем крафтовое пиво. Я говорю, а домашнее какая? Говорят, нет, домашнее, мы что-то вот брезгуем. Не знаю, ребят, многие ли крафтовые пивоварни могут сварить такое пиво. А не скушать ли тебе, не закусить ли тебе крокодила? А, скушать. Наши друзья из, постоянно кушают Замбию и Зимбабве, из Замбии, нам прислали вот такие вот подарки. Это копченый крокодил. А это буйвол, ну, судя по картинке, там, ну, там, вот тут и буйвол нарисован, да? А это из того же скушения. Ну, это колбаса такая, из буйвола. Да, колбаски. Ну, как-то вкусно. Давай закусим. И вот такие сныки. Тоже из буйвола. Добыть их в наших реалиях невозможно, поэтому это не рекламная акция, а просто... Я думаю, где-нибудь есть какой-нибудь магазин в Москве. Да? Что там, что там нету? Как он называется? Не знаю. Ароматный зимбабвистский буйвол. Буйволяйте на по 38. А будешь сныки сухие? Нет, я вот колбасы пойму. Да, давай колбасы. А ты вот крокодила ешь, нечего колбасу нести. Да? Да, я крокодила пробовал. Да, я же пробовал сегодня крокодил. Ну, мы сделали преддегустацию, чтобы понять, что вообще это все съедобно, и поняли, что это не только съедобно, но и интересно, как минимум, вкусно. Дело такое. Вот крокодил, скажем так, мне понравился, но я его часто не смог бы есть. Ну, не знаю, почему его часто нельзя есть, он по консистенции такая строганина, такой, которая тает во рту, практически в воду превращается, а по вкусу это что-то среднее между рыбой и курицей. И он копчененький еще, надо заметить. Ну да, вот по запаху копченый. Копыт чувствуется, она и во вкус есть. Я вообще его есть не хотел. А теперь съел и распробовал, и будет заказать, говорит, Гоша, пускай мне привезут еще крокодила, да? Может быть, леопардов? Ну, он реально вкусный, он такой мясистый, такой хороший. А главное, что это вообще не похоже ни на что. Да, на курицу похоже. И рыбу, одновременно. Потому что она такая курица, но не такой насыщенный куриный вкус, она более водянистая курица. Но, как представишь, я просто надеюсь, что их специально выращивали на каких-то специальных водоемах, вот, и что это не такие вот с природы, которые жрут. Нет, 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 это с фермок. Может, там яйца их там делают? Как мне рассказали, крокодилов выращивают на специальных фермах, и у меня есть подозрение, это уже я додумал, что выращивают их, скорее всего, не ради мяса, а ради кожи, вероятно. Может быть, ради яиц еще. Но яйца крокодили, что, нормально? А какая-то с яйцом и яйцом? Ну, не знаю, не знаю. Крокодил на сетках, да, представляешь? Я не знаю, я капитана Врунгеля в детстве смотрел, там высадили, и все нормально. Один крокодил, два крокодила. Один крокодил, два крокодила. В общем, смысл в чем? Что на мясо, то, что мы едим, это хвост, по большому счету, крокодил, который отрубают, и мясо делают из него шашлык, либо коптят, либо еще что-то, а все остальное скармливают, опять же, крокодилов. То есть, такое безоходное производство. Ну, это, в общем, африканский лобстер, кто же из него хвост жрут? Да? Ну, из лобстера, там, сами жут это вот. А, ну да. Ну, вот, что про пиво хочу сказать. Так. Потому что сказать как раз появилось, что оно постояло немножко, и появились специи в аромате. Ну, как раз, не знаю, как раз, ну, я не знаю, это круто, вот это вот круто, сейчас вот началось. Ну, действительно, надо было немного постоять. Дрожжи ушли, и на передний план трава выходит, это вот, действительно, приятно попить, приятно даже понюхать. То есть, прям хочется нюхать, нюхать, а даже запах такой, немножко копченый, что ли, ну, никак... Ну, нет, копченого там нет. Я бы сказал, это прямо бланш, как он есть. Ну, нет, ну, аромат совсем не бланшевский. Бланш до конца пахнет дрожжами, потом чем там еще, цедрой, а здесь вот именно травой вот этой пахнет вкусно. По-моему, все есть. Предлагаю отведать тогда колбаски. Вкусная колбаса я, кстати, попробовал. Колбаса, ну, насколько я понимаю, это обычная корова, но с африканским... Ну, буйвол. Ну, почему буйвол, нет, мне сказали, что это обычная африканская корова. Это такая, худая такая, да? Нет, у нее рога такие. И рога здоровые, да, да. Не обязательно. Ну, как она худая, там, в Африке, там, худая не проживет, она сдохнет, там, все. Ну, не знаю. В общем, пока толстый сохнет... Есть, да, засилие специй в этом басе, но специи не свойственные нам абсолютно. Я бы сказал, оно пряное такое мясо, не острое, не очень вкусно. У нее даже жир высох. Мунифицирован. Сухой, да. Ну, это, конечно, не очень полезно, они тоже что-нибудь там жрут, я хрен не знаю. Но с опаской я отношусь к всяким таким вещам, которые не проживают в наших широтах и поеданию. Ну, да, мы люди русские, нам это не свойственно, наверное, еда, но, опять же, те, кто нам привез эти замечательные продукты живы-здоровы, поэтому у меня нет никаких поводов сомневаться в том, что и мы переживем это. Предлагаю переходить к ПЛЛ, что у нас с ним. 4,6. Написано БЛИДНЫЙ ЭЛЬ, бывает просто такой сорт, да? ПЛЛ, это просто обычный. Ну, он не индийский, он не супер горький. 40 ибо у него. А у Бланши было 13. Ну, вот Джоус, вот этот, который вот желтенький, он уже это просто ПЛЛ. Он же не индийский ПЛЛ. Да. Ну, внешний вид мы такой любим, прям вот этот цвет. Вот смотришь на это пиво, в рекламе снимать можно. Прям вот они любят вот этот вот цвет такой средней заварки, да? Ой, запах вообще божественный. Хороший. Божественный запах. Давно я уже не... такого чистого, хмелевого, ну... И не без засилия, без засилия. Ненавязчивый тонкий, но чистый вот аромат хмелевой. Да, да, да. Не так, что бьет прям в нос, когда бутылку открываешь. Да, вот он был в начале вот, когда только крафтовая вся эта ерунда в России начиналась, все так варили, а потом начали супер охмелять. Хороший, очень хороший. Мне кажется, даже арбузом пахнет немного. Ну, да. Понюхай. Насколько помню, исходные данные сейчас можно посмотреть. Там травяные ноты и ягода какая-то, что-то типа черники. Брусника, по-моему. Может быть, это все. Тебе арбузы навеяло. Ну, тело очень вкусное. Такое, оно питкое с одной стороны. Тело прям серединка. Оно, его жидким не назовешь, плотным не назовешь. Оно прям вот такой баланс хороший. Не, очень четко вообще. Ну, а что сказать, поблагодарим пивоваров, потому что… Да. За их труд, за то, что варят такое хорошее пиво, поэтому… За то, что прислали нам такое хорошее пиво. Да, огромное спасибо, потому что мы сами не решаем свое пиво кому-то отсылать. Это очень муторно и времени требует. А ребята вот не поленились. Ну, как ребята, насколько я понимаю, там один человек в этой пивоварне. Вкусно, вкусно. Давайте попробуем… Наконец-то! То, чего мы никогда не пробовали, так же как крокодила, это день открытия. О, Саша как набросился-то. Это варенье с сновыми шишками. Я не буду, я хотел бы сироп попробовать. Ты пробовал варенье когда-нибудь с шишками? Нифига. Ага. Шикарно, просто офигенное варенье. Шишки-сироп вроде бы, но мне кажется, как будто ягоды. Шишки-сироп. Какие ларусы. Ты попробуй. Нет. Я же другую ложку возьму. Да, возьми. Оп, смотри, чтоб не слиплось и шишку не проглоти. Ну, что можно сказать. Спасибо большое ребятам из Craft2Friends. Это отличное просто варенье, замечательное пиво. Спасибо нашим друзьям из Солнечной Африки. У них есть канал о том, как на квадрокоптере летают над саванной, гоняют бегемотов. Я не хочу сказать, где там говорили. Доедай. Доедай. Саш. С вами были Саша Геннер. И Гоша Гриппс. Проект Первая Варка. Пивоарен Гарбери. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Инстаграм. Все, что угодно. Мы почти везде есть. Пейте вкусные меры. Всем пока. Пока. В нем мы будем пить пиво из Новокузнецка от пивоварни Craft2Friends. Пиво Craft2Friends от пивоварни Craft2Friends. Итак, давайте все по порядку. Первым... Че ты вздыхаешь? Почему ты надел бейсбол? Ну, это самый цимус бланша. Ну, давай. Цимуса мне побольше там наценили. Ты там запикаешь там все? Нет. Надо запикать. Хорошо. Не буду. У меня... Собочка. Собака. Собака. Да, да, да. Так. А с вами были Саша Геннольф Да ёптвою, а, Саша Давай заканчивай